Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня вместе с психологом в студии мы учимся закрывать гештальт. В прошлом выпуске мы узнали, что это такое и зачем это надо делать. А сегодня продолжим тему, помогает нам разобраться в ней психолог Зоя Немирова. Зоя, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Зоя, давайте для тех, кто может быть только подключился к нам и не смотрел прошлый выпуск, еще раз вернемся к понятию гештальта. Что это такое и для чего нужно его закрывать? Вот так вот, если в общем и целом. Если говорить про гештальт простым языком, то это целостный образ, то есть это завершенный образ какого-то начатого дела либо отношений между людьми, либо целого цикла, ну, например, создание какой-то корпорации, либо дела, ну, жизни, да. И вот здесь важно понимать, к какому образу я хочу прийти, да, каких отношений я хочу, да, каких дел я еще не доделала, какую корпорацию я хочу создать, либо какое дело. И, ну, к этому образу мы идем. И если вдруг, ну, что-то пошло не так, а часто так бывает, что есть обстоятельства неопреодолимой силы, внешние, например, какие-то факторы, которые не дают возможности это завершить. И вот здесь у человека, ну, начинает внутри копиться чувство неудовлетворенности. Ведь это, на самом деле, была какая-то его потребность в отношениях, ну, например, там, в наведении порядка, в создании какой-то, ну, фирмы или корпорации или дела. И человек застревает вот в этом, ну, в такой вот ситуации вынужденной беспомощности, я бы сказала. И он начинает чувствовать себя слабым. И, ну, потихонечку-потихонечку скатывается в позицию жертвы. Да. В детстве мечтал быть космонавтом, но не сложилось. Это тоже гештальт? Тоже гештальт. Да, вот такой вот, казалось бы, детский, ну, может быть, где-то очень амбициозный. И тогда, вы представляете, на кого начинает злиться ребенок? В первую очередь. Потому что, скорее всего, в этот момент родители ему рассказали, что он мечтает неправильно или что его мечта недостижима. И отдают его, например, на какого-нибудь инженера. И он начинает хоронить внутри вот эту обиду на родителей. Может быть, она даже не осознается злость. Потому что ему не дают возможности реализовать свою потребность, свою мечту. А может быть, ну, не в прямом смысле космонавтом, а как-то связать свою жизнь, с космической историей. И вот здесь очень ценным бывает проработать вот эту обиду на родителей, вот эту затаенную на них злость. Опять же, взять с благодарностью то, чему меня эта ситуация научила. И взять ответственность за то, что теперь я буду удовлетворять свои потребности за счет себя. Да, я буду сам учиться принимать решения, завершать свои дела, да, то есть принимать решения о том, куда я иду, зачем я иду. По-взрослому. А если сам в какой-то момент понял, что, ну, не надо мне это, это считается закрытием мечтания? Ну, конечно. Вот как только человек поблагодарил любую ситуацию, взял на себя ответственность, ну, чему она меня научила, и, ну, знаете, прям на уровне тела происходит даже выдох. Ну, то, что все, что было, есть такая аксиома, было правильно. Да, такие родители, которые были по-другому, не умели, не могли, хотели сделать как лучше. Вот я всегда вообще говорю и сама стараюсь в своей жизни применять, что взросление происходит с человеком ровно в тот момент, когда он понимает, что все, что родители делали для него, они делали это из точки любви. Как умели, да, методы у всех, правда, разные. Иногда и бьют, но опять же из любви, да, то есть у нас же есть такое, бьет, значит, любит. Ну, вот родители, ну, не умеют по-другому, их, скорее всего, так научили в своей системе. Раньше же и учителя розгами били, да, для того, чтобы человек, как нам им казалось, стал более прилежным, усидчивым, умным, да, и это же было для того, чтобы во благо. Методы просто, ну, все подбирают разные, но в этот момент ребенок тоже хочет много, что высказать, например, там, учительнице или родителям. И незакрытым гешталь читается, что если ребенок потом всю жизнь вот эту обиду на родителей носит, и, ну, как бы начинает их обвинять во всех неудачах, во всех неприятностях, которые с ним начинают по жизни происходить. И важно вот этот цикл, ну, или порочный круг разорвать. Да, вот никто не виноват. Все, что было, было правильно, так как позволило выжить до настоящего момента. А значит, ну, начиная с настоящего момента, ты можешь, ну, как-то по-другому начать делать. А тут, получается, и сепарация не происходит тогда. Конечно. Если мы не закрываем гештальт, сепарации нет. Потому что мы все время мысленно застреваем в нашем прошлом. Все взаимосвязано. И взросление в будущем не происходит. А еще я очень часто замечала, и вот если каждый задумается, и зрители про себя, когда родители, например, на ребенка в детстве кричат, ну, или наказывают, да, в этот момент дети обижаются и говорят, я никогда не буду так себя вести со своими детьми. И что происходит? Да, как только. Ну, мы становимся родителями. А что, откуда вылазит? Да, то есть, ну, дети начинают тоже вести себя точно так же, провоцируя родителей, ну, на эти же самые состояния, для того, чтобы они могли, ну, вот, знаете, понять и осознать, что испытывали их родители в данный момент. Я все равно не понимаю, как это так работает, почему дети неосознанно повторяют, как это устроено. Опять же, образы, да, вот наше подсознание, а значит, наше тело, и все чувства, ощущения, эмоции, они живут в теле. И мы перенимаем-то, ну, на самом деле, телесно все, что происходит, например, с мамой, или с папой, или с бабой, ну, с той группой людей, с которыми человек живет. И он бессознательно научается жить, ну, вот в таком эмоциональном состоянии, вот так реагировать на ту или иную ситуацию, бессознательно. И тогда, когда мы это осознаем, вот в чем ценность и роль работы с психологом или психотерапией, в том, что мы делаем это осознанным. Мы можем тогда этим управлять. Если это бессознательно, этим управляет бес, как я говорю. То есть это вот вроде человек головой понимает, что не надо кричать на детей, а кричит, так ведь. Вот он все понимает, что не надо есть сладкое, да, это не повредит его фигуре, но ест. Вот парадокс, правда? Потому что все, что происходит, заложено, ну, вот прям, знаете, на таком генетическом уровне над нами имеет власть. Самый контроль отключается, да? Точно. Самое главное – это перенести контроль с кого-то на себя. Вот потому что когда мы… Это что значит? Вот самоконтроль. Да, вот обычно мы кого контролируем? Кого? Себя. Всех, кроме себя. Так ведь? Мы хотим, чтобы он сказал что-то по-другому или сделал для нас по-другому, либо начал себя вести каким-то, ну, другим образом. Это он, ну, как-то не так себя ведет, да, это не во мне причина. А вот незакрытые гештальты, они работают таким образом, что если, например, ну, грубо сейчас скажу, там, мою маму все время папа оскорблял. Ну, это вот клиентские случаи, да, то бессознательно дочь выбирает себе партнера, который тоже ее начинает оскорблять. И она начинает менять партнеров, потому что ей кажется, что, ну, в партнере дело. И часто так бывает, знаете, таким хорошим инсайтом, когда клиенты возвращаются и говорят, ну, поняли, не в партнерах дело. Я говорю, хорошо, едем дальше. И вот здесь важно проработать вот те глубинные первичные чувства, которые остались там. Мам, возможно, еще, которые, ну, ребенок перенял у мамы, да, вот эту злость, ненависть, обиду на мужчин. А мама, возможно, это переняла у своей бабушки. Ну, так часто бывает, да. И это, правда, редкий дар, когда, ну, мы видим какие-то сказочные отношения, как показывают нам в сериалах или еще где-то. И это, правда, очень большая работа над собой. Как происходит закрытие гештальта? Что надо сделать? Самое... Конечно, я всегда говорю обратиться все-таки к специалистам. То есть самому невозможно это проработать? Если человеку очень надо, то есть простой и самый эффективный способ – это написать письмо. Ну, как бы, вот тому человеку, на которого осталась обида. Ну, если мы, конечно, говорим, ну, вот о незавершенных каких-то межличностных отношениях, это не обязательно партнерские отношения. Это может быть мама, папа, дети, все что угодно, да. Вот кто приходит, особенно первый, кто приходит на ум, а потом уже по списку. Вот все, что хочется сказать, все, что недоговорили – ненависть, злость, обиду, то есть все претензии, которые идут. И писать нужно до тех пор, пока, ну, у человека не наступит чувство опустошения или облегчения внутри. Это письмо не обязательно отправлять. Ну, оно может быть, как бы, выкинуто, сожжено, да, то есть вот все, что угодно, все, что хочется с этим сделать. Особенно это хорошо работает, ну, в тех случаях, когда человека уже нет, ну, в живых, например, а диалог с ним все равно продолжается. Вот это очень важно, ну, каким-то образом провести какое-то действие. Да, вот как я в той передаче говорила, ритуал, да, и пусть это будет ритуал написания вот этого письма. Писать от руки обязательно? Я за то, чтобы писать от руки, гаджеты здесь не работают, так как все, что мы пишем, наш ум находится на кончиках пальцев, да, то есть это непосредственно идет влияние на головной мозг. И вот это очень важно. И когда мы это из себя выносим, а мы выносим это на бумагу, да, то есть как бы мы становимся от этого свободными. Мы освобождаемся, и это перестает быть для человека стрессом, потому что стресс это то, что, и травма, это то, что проживается изолировано, а часто мы никому об этом не рассказываем. Ну, потому что за этим могут стоять и стыд, и вина, и вот это вот нежелание быть каким-то неудачником или, ну, таким жалким. И, как правило, это хранится в шкафу, и мы тратим еще и энергию на то, чтобы этот шкаф все время прятать и оберегать, ну, от всех. И тем самым, то есть еще больше обесточивая себя, ну, тратить свою жизненную энергию не на достижение своих целей. И такой человек со временем все равно накапливает вот эту вот неудовлетворенность собой, недовольство, и куда-то пропадает радость в жизни. Как помогает психолог в закрытии гештальтов? Ну, при помощи, во-первых, диагностики, либо специальных методов, ну, вот тех же методов системных семейных расстановок. Он позволяет навести порядок в системе, а значит, в голове у человека, да, и вывести его в другое эмоциональное состояние, и привести его к новому положительному образу, тем самым вот завершив те циклы, которые, возможно, не завершались из поколения в поколение. Как это происходит, особенно если речь про из поколения в поколение, когда уже невозможно воссоздать эту ситуацию и как-то... Физически вернуться к ней и завершить? Знаете, интересно, все-таки жизнь так устроена, вот я 23 года работаю психологом, и я прихожу к выводу, что вот ситуации могут быть разные, да, вот, например, я могу потерять, ну, ключи, и в этот момент какое чувство испытать? Не знаю, растерянность. Растерянность. Ну, растерянность, потерю, так ведь? Я обиду, ну, на какой-то момент, да, то есть я могу потерять, ну, какую-то крупную сумму денег, да, а эмоции у меня будут такие же, да? Наверное, да. Ну, опять же, растерянность, ну, как бы обиды, жалко себя, чувство такое внутри. Я могу потерять партнера, и мне опять же будет жалко себя, так ведь? Я могу потерять работу, и мне будет жалко себя. Да, смотрите, ситуации разные, а чувства внутри, ну, одно и то же. Вот мы все обладаем. Но оно тоже степень, наверное, разная. Степень разная, конечно. Но часто так бывает, что когда мы проживали тяжелые какие-то утраты и потери, нам было очень себя жалко, то потом любая мелочь нас начинает триггерить так, ну, что как будто бы это что-то сверхъестественное произошло. Но это не потому, что, ну, как бы эта ситуация такая значимая, потому что у меня там внутри много накоплено вот этой жалости к себе, обиды. И вот это важно отреагировать, ну, разными методами. И обычно на сессиях происходит контакт вот с этими первичными чувствами. Вот если человек пишет это письмо, о котором я говорила, или, например, знаете, можно еще сделать такую простую практику, поставить перед собой стул, можно посадить туда игрушку, ну, или куклу, назвать ее, там, ты будешь Васей, да, и сказать все, что вы Васей тогда не сказали. Вот прям с тем чувством погрузившись тотально в ту ситуацию, когда это происходило. Это же больно ворошить. Вот. А есть такое, знаете, правило, чтобы хорошо забыть, надо хорошо вспомнить. Для того, чтобы рана быстрее затянулась, вот если это гнойная рана, гной надо все время промывать. Так ведь? Тогда только начинается период регенерации. Либо это приведет к еще большей травме и потере. И часто так бывает, как раз, что вот эта вот потеря одного партнера, ну, незавершенные отношения, приводит к тому, что не складываются. Потом дальнейшие отношения человек все время теряет и остается один. Потому что он всю свою жизнь живет в незавершенном браке. Вот можно развестись на бумажке, получить это свидетельство о браке, а эмоционально все равно быть в незавершенном разводе. И что самое в этом опасное, что еще эту стратегию передать дальше. А она в любом случае передается. Если мы это... Вот, кстати, да, это всегда передается? Не всегда. Да, если мы это осознаем, да, вот, ну, поднимаем это в осознанность, то, ну, это может не передаться, либо передаться через поколение. То есть в любом случае какое-то последствие оно будет? Ну, ничего не происходит бесследно. И это про то, что очень важно об этом говорить. Вот в чем опасность незакрытых гештальтов, что они скрываются. Ну, даже самой психикой, даже от самого человека. И когда мы их поднимаем в сознание, либо даем им место, ну, мы рассказываем о том, что у нас было вот так, вот так, то мы имеем возможность это не проживать изолированно, во-первых. А во-вторых, мы передаем это просто как опыт. Ну, да, было, и мы начинаем к этому относиться проще. А вот когда мы это скрываем, мы все время создаем избыточное напряжение, которое передается. Люди его чувствуют. Да, вот они вроде смотрят, все так. А подойти не могут, потому что человек заряжен, ну, чем-то недобрым. А вот в прошлом выпуске вы анонсировали какое-то упражнение или какую-то методику рассказать хотели? Ну, вот первую часть рассказала, да, вот. Либо написать письмо, погрузиться в ту ситуацию, которая была травмирующая. Особенно если человек ее помнит, и она, знаете, все время таким фоном у него идет писать это письмо. А вот завершающий этап — это написать благодаря этой ситуации, каким я стал. Вот, ну, что мне эта ситуация в жизни, ну, дала хорошего. Да, вот, например, если у меня были авторитарные родители, да, которые требовали от меня все время порядка, и я над ними, на них злилась за это, обижалась, что они меня там критиковали, строили. И вот чему они меня научили, да, то есть какой я стала благодаря такой системе воспитания. Возможно, дисциплинированной, спокойно реагирующей на критику, то есть более целеустремленной. Потому что как только мы проваливаемся в обиду, вот важно помнить, что обида — это самое главное эмоциональное состояние жертвы. А в жертве мы всегда слабые. И жертва, она всегда найдет своего преследователя. И если, например, я обижалась там на свою маму, которая меня подавляла, была авторитарная, то я обязательно найду себе кого-нибудь, ну, партнера, например, который будет проделывать со мной то же самое. Или, например, потом дети, ну, будут относиться ко мне так же. Это же не потому, что у меня такие дети, или у меня такой муж, или у меня такая мама, а потому что я позволяю себе, я там застряла, да, я там обиделась когда-то. Возможно, вообще в раннем детстве. Там не сказала, не высказала. Что делать родителям, чтобы не создавать гештальты, незакрытые своим детям? Смотреть, а где, какая их сейчас потребность удовлетворяется? Вот в магазине. Купи мне игрушку. Ложиться на пол, как вот эта вот картинка маслом, да, когда посреди магазина слезы, крики, хочу вот эту куклу, там, машинку, игрушку, конфетку. Вот еще раз обращу такое важное внимание для того, чтобы не происходило, ну, тоже искажение и перекосы, да. Понятно, что незакрытый гештальт формируется, когда не удовлетворяется какая-то потребность. Но по-взрослому это когда потребность удовлетворяется за счет себя. Да, то есть вот, ну, ребенок за счет себя эту потребность удовлетворить не может. Не может, ну да. И для него, ну, как бы разумным взрослым рядом является родитель, так ведь? И он регулирует пока, ну, как бы, степень этих желаний и потребностей. И он выбирает вот эту меру или золотую средину, ну, которая дает вот это ощущение баланса. И когда ребенок, например, требует купить ему 80-й трактор, да, то есть, ну, ребенок, взрослый же понимает, что это уже, ну, не совсем про адекват, так ведь? И вот здесь важно давать ребенку тоже возможность проживать, ну, вот эти чувства от неудовлетворения этой потребности. То есть пусть лежит и кричит? Ну, это вот, знаете, такая отдельная тема, на которую можем отдельно поговорить. Есть такое правило, что ребенка можно оставить в этом состоянии на столько минут, сколько ему лет. Ну, не я придумала, да. То есть вот здесь важно в этот момент успокоить свою такую же истерику, потому что родители накрывают в этот момент свои чувства вины, что я плохая мама, у меня ребенок так себя ведет, мне стыдно и все такое прочее. Мне проще купить ему этот трактор, только чтобы вот это вот все сейчас не выносить. И тогда ребенок тоже вырастает с ощущением того, что он вообще не может переносить тяжелое. И тогда, когда во взрослой жизни он, ну, например, теряет отношения, ему надо тут же, ну, чтобы вернулось. И что делают подростки современные, да? Они тут же идут и завязывают отношения, ну, с кем-то другим, потому что ему вот это ощущение одиночества непереносимо. И это не про взрослую такую часть психики. Вот взрослый – это тот, кто может переносить негатив, трудное, тяжелое, да. И это тоже некая подготовка ко взрослой жизни. А как переносить потери, да, потери близких, там, домашних животных. Ну, вот это такая другая тема, более тоже глубокая. И для ребенка вот этим регулятором потребностей все-таки является взрослый. Потому что, когда ребенок истерит и просит купить ему игрушку, в этот момент он претендует на роль главного. И если взрослый себе в этот момент внутри говорит, что я большой, а ты маленький, да, и я здесь все-таки принимаю решение, не я пока. То в этот момент происходит внутреннее успокоение. Система успокаивается. Все встают на свои места. И это важная такая практика. Вот эти слова, они тоже являются разрешающими. Я большая, а ты маленький. Потому что, когда родитель начинает рядом истерить, ну, точно так же, как ребенок, в этот момент он становится каким? Маленьким. И ребенку предлагается быть большим, а ему это не по силам. Поэтому вот здесь важно это, ну, понимать и осознавать. И тоже не делать из этого, ну, драму. Вот стресс не записывается у нас в психике как стресс. Если он не проживается изолированно, да, он не драматизируется, и он не внезапный. Вот если мы ребенку заранее говорим о том, что мы идем с тобой в магазин за продуктами, игрушки в список наших покупок не входят. Да, то есть мы уже предупредили, да, это не внезапно. Если мы потом с ним об этом будем говорить, да, то есть если в тот момент, когда ему плохо, мы говорим, понимаю, ты сейчас очень злишься, я рядом. Да, вот я здесь, я жду, когда, ну, ты успокоишься. Спокойно. И в этот момент мы своим состоянием ребенка из этого выводим. То это уже для ребенка является терапевтичным. Еще у меня такой вопрос был все-таки, где баланс между стремлением, ну, между здоровым желанием доделывать дела до конца и вот этим вот, не знаю, маниакальным желанием закрывать постоянно гештальты. В обиходе, мне кажется, есть такое отношение к таким людям, что вот он слишком педантичный, занудный, что вот надо все вот, чтобы правильно доделано было. Знаете, я очень люблю выражение, ну, мер дар богов, да, и вот это вот понятие золотой средины, нормы такой, да, то есть оно все-таки вот, или баланс, оно очень важно, да, вот все, что мы не драматизируем, и все, что мы не возводим, не идеализируем, да, то есть в ранг чего-то, это про не сотвори себе кумира. Вот если мы не создаем из этого культ закрытия гештальтов, да, то есть то мы начинаем к этому относиться легче, опять же, не создавая чрезмерного напряжения и не проваливаясь вот в это чувство обесценивания себя. Вот в тот момент, когда наши потребности не удовлетворяются, еще с этой стороны можно посмотреть, да, человек все время себя чувствует, ну, как будто неценным, да, вот, ну, например, жизнь мужа получается ценнее, жизнь ребенка ценнее, да, то есть я, получается, себя все время задвигаю, ну, как меня, например, родители задвигали, да, или там первый партнер. Ну, это же, я где-то сформировала к себе такое отношение, да, я где-то так позволила к себе относиться, и если я это меняю в своей жизни, то жизнь меняется. У нас за завершение программы осталось совсем немного времени, последняя к вам просьба, давайте вот подытожим весь наш разговор о гештальте, и, может быть, какие-то наиболее важные выводы и рекомендации для наших телезрителей, вот, расскажем, что нужно знать и помнить, проживая какие-то ситуации. Мне очень близко выражение, что человек счастлив, когда он находится в триединстве, да, в три, а значит, у него мысли совпадают с чувствами и совпадают с действиями. Вот когда он, например, захотел попить, да, почувствовал вот это состояние жажды, пошел и попил, да, ну, это вот такой простой пример, и тогда он счастлив, так ведь? И вот если хочется что-то сказать, ну, человеку, например, в отношениях, лучше скажите, но вопрос тогда встает, как говорить? Вот психологи, они учат, они, психологи, они про то, не что делать, а как делать. И если человек принимает, ну, для себя такое простое правило, что я буду учиться в этой жизни говорить только про себя, только о себе, не переходя на личности другого, да, то есть тогда человек начинает закрывать все свои нерешенные вопросы, да, он начинает выносить из себя тяжелое. Когда, например, ему кто-то что-то говорит, а ему это не нравится, он говорит, мне сейчас неприятно, мне больно, обидно это слышать. Но это тоже целое искусство, и, ну, как начать говорить по-другому, потому что у нас привычнее кого-то оскорбить, ну, как бы дать ему негативную реакцию, сказать, да, замолчи ты, да, да, или да, иди ты. Ну, вот здесь вот интересные такие моменты. И это, опять же, про то, чтобы изменить, ну, какое-то свое поведение, сделать его более осознанным. Ответственность на себя все, да, перекладывать. Конечно, вот если человек понимает, что он причина всего того, что с ним происходит, я говорю, это хорошая новость, тогда можно что-то исправить, потому что менять мы в этой жизни можем только себя. Никого больше изменить точно не получится, можно потратить на это целую жизнь и не одну, да, то есть, но факт останется фактом. И вот это, как многие говорят, это бесит еще больше, я говорю, ну да, тогда у нас появляется шанс менять, да, менять реакции, отношения, мысли, убеждения. Поэтому я вообще очень люблю психологию, поэтому 23 года уже положила на то, чтобы сделать ребят, взрослых более адекватными, осознанными, а значит, более счастливыми. Спасибо вам большое, Зоя. Приходите к нам еще на эфир и расскажете много интересного о ваших других направлениях, в которых вы специализируетесь. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Разговор по душам». Сегодня о гештальтах мы общались с психологом Зоей Немировой. Увидимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова